Айжана Джапарова Айжана Джапарова В гостях у меня личность неординарная Айжана Джапарова Айжана, в сегодняшней нашей беседе я хочу понять, что тобой движет И прояснить для себя то, каким образом в тебе уживаются порой самые противоположные качества В тебе очень много талантов Ты у нас на самом деле одаренная личность Ну начнем с первой грани Первая грань, условно я ее назвал деловая Это то, что ты являешься магистром бизнеса и экономики И защитила это звание не где-нибудь, а в Академии, напомни Госуправления Госуправления Республики Казахстан В настоящее время ты главный эксперт в комитете по статистике При Министерстве национальной экономики Республики Казахстан Также в прошлом ты была какое-то время редактором журнала Деловые Эмираты Являлась финансовым консультантом в Альянсбанке Занималась страхованием Очень плотно и много сотрудничала с журналистами Устраивала брифинги и так далее То есть очень много всего И меня интересует следующее Почему среди разных талантов, а мы о них будем сегодня тоже говорить Ты на первое место поставила именно это Или это мне так кажется Может быть это просто такой период в жизни И через 5 или 10 лет мы увидим совсем другую Айжану В совсем другой сфере Да, скорее всего увидите Во-первых, мне интересны разные сферы Разные виды деятельности В детстве я себя видела всегда бизнесвумен То есть я пела, танцевала, спортсмен и так далее Но все же ближе ко мне была экономика Я остановилась на этом поприще Решила все-таки пойти по этой линии И мне нравится на данный момент То, чем я занимаюсь Это самое главное Очень важно, чтобы ты занимался именно любимым делом Потому что одна из проблем в обществе у нас Это заключается в том, что люди Находятся не на своем месте То есть занимаются нелюбимым делом А то, что престижно, как они считают и так далее Хорошо, ты очень красивая женщина Яркая И у тебя много фотосессий в модных журналах Также ты являешься экспертом по отбору моделей для показов И это тоже понятно То есть быть женщиной – это отдельная профессия Также ты мама двух прекрасных дочерей Но меня интересует следующее Такой вот спорный очень момент Контрастный Ты с детства занимаешься различными видами каратэ Борьбой, боксом И занимаешься не просто так для себя Пошла, потренировалась и пришла, да? А участвуешь в боях Являешься призером этих боев И соперниками твоими почему-то всегда являются Мужчины Да, только мужчины, причем крупные Такие крупные, да? Да, весовая категория, которая выше меня Вот почему? Зачем тебе это надо? Ну, мне это нравится Я отдыхаю так Я люблю спорт Благодаря родителям У меня мама Она занимала призовые места по легкой атлетике Отец – тренер по каратэ до шутака И, ну, у меня был выбор без выбора И мы, соответственно, настроясь в семье Мы все занимаемся, увлекаемся И образ жизни, наш образ жизни связан с спортом Ну, а это тебе дает что-нибудь в жизни? Да Какие-то качества? Что? Дает в жизни, это, в первую очередь, дисциплина Второе, я всегда, то есть, я думаю, что я смогу защитить себя в любой ситуации То есть для тебя важно развивать силу? Очень важно, чтобы я могла постоять за себя Но постоять за себя и быть сильной – это для тебя одно и то же, или это разные вещи? Это синонимы для меня Понятно, то есть ты стремишься быть сильной Да А зачем тебе быть сильной? Меня в детстве всегда воспитывали, что я не имею права быть слабой Меня воспитывали как воина Я должна быть сильной, я должна быть выносливой Мама отдавала меня во все различные кружки Она занималась со мной даже там, в той сфере, которую она не совсем сама понимала И со мной вместе она росла, изучала данное направление То есть можно сказать, что тебя воспитывали как мужчину? Ну, не совсем как мужчину, но вот Ну, такой вот контраст С одной стороны, очень красивая женщина, которую мы видим на страницах журналов моды И в то же время, вот такой очень жесткий мужской вид спорта Да, стержень у меня такой А слабость, получается, ты не принимаешь в себе? Или все-таки ты разрешаешь себе быть слабой? Потому что существует же стереотип в обществе, что сила женщины как раз-таки в слабости А не в силе Да, я об этом знаю Но как-то проявлять ее во внешнем мире я не могу Я могу внутри себе позволить быть слабой Но тогда, когда никто этого не видит А как это происходит? Ну, это когда глубокая ночь, все дома спят И так оглядываешься, ага Все спят, значит, сейчас можно И тихо могу поплакать в подушку Только так А были интересны какие-нибудь случаи, курьезные во время боев? Да, были Я откусила ухо Кто это был? Это был мальчик старше меня буквально на два года Был подростковый возраст мой То есть случилось так, что он меня так завернул Что мне было очень больно Прям очень Но я не могла никак всем своим бытием показать, что мне больно Я не могла вывернуться Ну ты же сильная, конечно Разве ты можешь показывать, что тебе больно? Да, он меня просто прижал в угол Ну, у меня не было другого Я не знаю, я в тот период поняла Почему Майк Тайсон так сделал В общем, я откусила ему ушко Вот прям чуть-чуть Понятно Жестокая такая женщина Бывает иногда, да? Я просто защищалась Я просто защищалась, я не виновата Ну я правда потом дико извинялась, конечно Ну вот, получилось как-то так А роман получился потом? Нет То есть была симпатия с его стороны, но никак не с моей Айжанна, среди твоих талантов есть также и музыкальный Ты училась в музыкальной школе И по окончании музыкальной школы К тебе позвонили с консерватории И предложили поступать туда сразу Минуя училище Сейчас это называется колледж И есть еще один такой момент Ты в 20 лет стала преподавателем экономики в университете, да? Да Потому что ты до этого закончила экстерном университет, да? И тебя сразу взяли преподавать То есть такое у меня складывается ощущение, что ты как будто торопишься, стремишься Экстерном все заканчивать Вот, экстерном заканчивать, да И сама даже как будто бы жизнь тебя подталкивает к тому, чтобы перепрыгивать Сразу поступать в консерваторию и так далее Расскажи, что это, почему это происходит в твоей жизни? Как ты это чувствуешь? Ну, это идет у меня с детства Данная динамичность внутри Она Я сколько себя помню Вот столько она во мне и горит огнем Вперед, вперед, быстрее, быстрее Во мне существует страх, что я чего-то не успею Что я не знаю, сколько каждому из нас отведено И я боюсь, что я чего-то не доделаю Чего-то не додам А чего ты можешь не доделать? Не покажу в жизни, что все возможно А кому ты показываешь это в жизни? И зачем тебе это? Наверное, изначально это было для родителей Ну, то есть я была маленькая, я не понимала, что происходит И вот этот тайм-менеджмент То есть утром у тебя запись вокала Потом у тебя школа В обед у тебя там перекусило и так далее Какой-то мини-концерт поставили в школе После обеда тренировки Вечером опять тренировки Потом у тебя футбол, баскетбол, волейбол И домой, и до поздней ночи ты делаешь уроки Хорошо, вот среди этого всего разнообразия, многообразия И в этой гонке ты не потеряла себя? Или наоборот, вот эти разные сферы Это все части единого целого? Я так живу, это я Понятно Я так живу, я разная И мне это нравится Мне нравится карнавал эмоций То есть это приносит кайф? Да С одной структуры в другую структуру И все меня вот так вот распирает, это я А если бы ты была в одной структуре? Было бы скучно? Мне было бы скучно И неинтересно Я бы все равно себя искала бы Я все равно бы искала дополнительную какую-то деятельность Потому что та энергия, которая во мне, она не дает мне покоя Я должна что-то делать, должна что-то делать Для родителей, для детей, для братьев, для сестер, для родных, для друзей Для того, чтобы показать, что все в жизни реально У меня мама всегда так говорит Все в жизни возможно Что невозможно и возможно Она всегда мне об этом говорила Смотри, Айжан, глядя на тебя, складывается впечатление, что ты такая успешная И когда тебя слушаешь, думаешь, ну, наверное, ей просто везет Просто ее поцеловал Бог И поэтому она успевает очень быстро развиваться и успешно в разных сферах Однако все мы знаем, что за любым успехом скрываются определенные подводные камни То есть всегда есть определенные препятствия И меня интересует такой момент Были ли в твоей жизни какие-то переломные события И что ты делала в это время? Какими инструментами пользовалась? Переломные моменты, конечно, они присущи И причем как раз-таки у таких людей Они встречаются чаще У тебя? У меня нет удачи Я всего добивалась сама То есть это только так кажется? Так кажется, это труд Это недосыпы Это постоянная работа, совершенствование над собой Перепады настроения Это все есть Но это все технический момент Это, в принципе, случается у всех А меня интересует сложный момент жизни Есть Вот когда ты понимаешь, что я сейчас не такая классная Что я не крутая А наоборот Когда ты понимаешь, что я чмо Вот что ты делаешь в эти моменты И что это за момент? Пример, пожалуйста, приведи Это было 14 декабря 2013 года Зима 40 градусов мороза Я с двумя детьми На улице Некуда идти Не было крыши над головой А что произошло? Ну, я была в декретном отпуске Младше не было и трех Рядом на тот период Почти никого не оказалось Но, конечно же, я не умею просить помощи А как ты оказалась на улице? Съемная квартира Вот И в последующем, конечно же Ты была замужем, не замужем? Я на тот период уже была в разводе И я довела себя до того, что мы остались на улице То есть это моя недальнозоркость Это неправильное планирование Это те карнавалы, эмоции Тот темперамент, мечта, что все будет хорошо И я понимала, что дальше уже никуда Что все Это дно Просто я на дне И детей моих Это было жутко Мне даже вспоминать сейчас тяжело об этом И что ты делала? Я думала Я просыпалась и думала о том, что так будет не всегда И вся фишка была в том Что если это дно То выход только один Наверх Вперед Вперед И я просыпалась каждое утро и думала о том О том, что у Божика хорошо Что я проснулась Второе Я думаю о том, что так будет не всегда Третье У меня были жесткие планы Дух Который Я не сломаюсь Я не сломаюсь Я пойду вперед Я пойду вперед Было тяжело Очень И, как видите Такие ситуации, конечно, периодически Они случаются И те, которые говорят, что У меня нет проблем Я им просто советую Ну, вы проверьте Есть ли у вас вообще пульс Что ты можешь посоветовать человеку, который оказался на дне Вот если резюмировать твой опыт Я считаю, что Если человек считает, что это его Что-либо должно принадлежать ему Не сиди на месте Пойди и возьми То есть действуй Действуй Пойди и возьми Затупись и делай Затупись и делай Затупись и делай Не нужно много думать Додумывать Раздумывать Ну, от этого только хуже Просто Выработай план И Строго иди по нему Да, факторы отклонения должны быть Они будут Но Делайте Делайте Падайте, вставайте И снова идите Падайте, вставайте И снова идите То есть не откладывайте счастье на потом Да, вот когда вот это Вот будет Я только потом буду счастлив Это бред Айжанна, а как ты борешься со страхами? Я с ними договариваюсь Договариваюсь Как это происходит? Ты их визуализируешь Что ты делаешь? Я вырабатываю в себя храбрость Я делаю то, чего я боюсь Я просто беру это и делаю Ну, так договариваться И делать то, что ты боишься Это разные вещи Делать это навстречу То есть иногда, наоборот Вступить в конфликт с ним А договориться Это компромисс Где-то я нахожу компромисс Где-то я Ну, я просто ломаю этот страх Вырабатываю себе храбрость Это, например, как Я жутко боюсь воды Прям жутко Я не умею плавать Но я иду Лезу в эту воду В бассейне Я боюсь даже визуализировать Какую-то живность в воде Но я просто Залезаю в воду И пытаюсь плыть И плыву, но я не дышу И при этом, когда я выхожу С бассейна Я просто становлюсь как собака Вот так вот прям Понятно А договариваешься как? Как это происходит? Сам процесс Ты лежишь, закрываешь глаза И разговариваешь с собой Внутри, вслух Как это? Визуализация Визуализируешь? Да И что ты визуализируешь? Визуализирую сам страх Я проигрываю этот страх Ну, например, он может визуализироваться Во что у тебя? В жизни, конечно Нет, ну что это? Это чудовище какое-то Предмет какой-то Что это может быть? Это могу быть только я сама То есть ты себя видишь? Да Какую-то другую? Да Я вижу себя в разных обличьях То есть где-то я жестко Где-то я жестоко Где-то... И это есть твой страх? Да И что ты делаешь с этим изображением? Я разговариваю с ней И дальше как она реагирует? Мы приходим к какому-то компромиссу Да, где-то она бывает порой необусанная, дикая и так далее То есть в каждом человеке живут ну разные, да, люди Разных темпераментов А во мне так, я считаю, что вообще все 40 женщин живут Я их визуализирую То есть получается ты общаешься со своими субличностями? Да Со своими архетипами Да И потом, как это отображается в жизни? Я нахожу наиболее, сказать, относительно правильный вариант Ага То есть решение рождается? Да, осуществляю это Понятно И каждый раз, когда я принимаю какое-либо решение Я думаю о детях Я думаю о своих детях Какой бы они хотели бы меня видеть? Что я должна показать, чтобы они в жизни ничего не боялись? Чему я еще их не обучила, чтобы они в жизни твердо стояли на ногах, на обеих ногах, чтобы они выдерживали любой удар судьбы Судьбы Я могу сказать, что счастье нельзя оставлять на потом Оно этого не любит Нужно быть счастливым всегда, везде Нужно постоянно анализировать каждый свой прожитый день Минуту, секунду, час, наносекунду И радоваться, приносить пользу людям Чтобы люди улыбались Чтобы люди улыбались и, соприкасаясь с тобой, они становились счастливее И понимали Чтобы ты шла и от тебя такие плюсики, плюсики, плюсики Ты как солнце Как солнце сиять и дарить тепло С нами в гостях была Айжана Джапарова И мы узнали, что ее мотивирует непосредственная борьба со страхом и разрушение стереотипов И она всегда знает, что один в поле воин С вами был Юрий Толочко До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин